Всем здравствуйте! Сегодня у нас видео психологическое об отношениях мужских и женских. Это касается не только Турции, а вообще отношения любовные мужчины и женщины. Я очень часто с этим сталкиваюсь в своей работе в консультировании. И очень многие девочки с этим сталкиваются. И вот я сегодня решила это вынести в отдельном видео вам рассказать, немножко приподнять некую завесу, объяснить кое-что. Смотрите, если вы встречаетесь или вы знаете мужчину, который успешный, красивый, короче говоря, меняет девчонок, или он за стабильные какие-то отношения, ну в общем, такой гуляка парень в большей степени. Не только, может быть, он спокойный, но знающий себе цену. Короче говоря, он вступает в отношения, до полугода могут быть отношения, не дольше, как правило, 1-2-3 месяца. На самом деле он с отношениями сливается. И у него все спросят, что он всегда говорит, а у нее была какая-то причина. То есть во всех девушках у него есть причины. И реально ты послушай, что причины достойные расстаться. Этот, я не знаю, там, плохо отзывался моей маме, а вот это то-то дело, а вот эта девушка, например, не хотела развиваться, работать, в плане том, что не очень достойная партия была, она во мне только деньги видела. Я к тому, что это такой довольно-таки состоятельный, приятный, симпатичный, обходительный джентльмен, очень холостный парень, но он, блин, никогда не вступает в долгие отношения, хотя может быть, сердечно говорит, что он сильно хочет семью, серьезных отношений, но просто еще такую не встретил. Ему уже, допустим, 35 лет, да? Ну, может быть, и лет к 30 ближе годам, то есть в время, когда уже можно об этом думать. Если мы берем другие страны европейские, то 35-40 где-то лет, но до сих пор он один. Но он прям сказочный призыв, все в нем классно. Думаешь, блин, он такой классный, хотелось с ним встречаться, я же та самая, скажем так, которая могла бы быть твоей избранницей, давай попробуем, да? Вот он, допустим, вы встречаетесь, наступаетесь в отношения, и чувствуете в отношениях своих такой идеально классный парень, перспективный, вот такое слово назовем, он находит какие-то... У нас постоянные притирки, он меня очень часто во многом винит, это я виновата, это я где-то плохая. Например, он всегда может до чего-то докопаться незначительно, при этом он, скажем так, извиняется, может попросить прощения, но получается так, что я какая-то где-то плохая, а он до сих пор идеальный, такой же идеальный и классный, как я его видела в начале отношений, да, каким он мне понравился. Или, еще можно как сказать, что он идеальный, классный, но сомнения только во мне, я начинаю сама верить, что проблемы во мне, это я где-то не соответствую ему, я где-то реально себя не очень хорошо веду, я где-то провоцирую конфликты, в общем, виноват не он. Да и вот, когда вы такое в отношениях чувствуете, или у вас похожая сложившаяся ситуация, я вам могу точно сказать, ребятушки, девочки мои дорогие, проблема в парне не в вас, какой бы вы идеально не были, вы ему всегда будете не той. И все девчонки, которые были до вас, в которых он разные проблемы находил, но в каждой были какие-то проблемы, причины не встречаться, проблема была в нем. Он соскакивает с отношений, когда они пытаются, или уже приобретать, начинают форму серьезных, перспективных, на совместную жизнь, или он может с вами жить, ну, там, колечко не дарить, про свадьбу, да, история. То есть официальное, скажем так, обременение себя, официальное привязывание к себе, вот так можно это, да, называть, это с его слов. На самом деле причина в чем? Парень не готов. Он создает иллюзию, видимость, он классный, хороший, сам об этом говорит, и он действительно верит, он хочет хороших отношений, но ему все никак не попадается нормальная, достойная девушка. Да, странно, кому-то попадает, а ему, бедному, нет. Он такой идеально хороший, что нет. На самом деле это защитная реакция, и у него есть страх отношений, и к серьезным, действительным отношениям он на самом деле не готов. Он не уверен, скорее всего, в себе, и он боится отношений. Очень обычно это идет страх к отношениям, а не уверен в себе, это уже вытекающее из этого, оно тоже в копилочку туда идет. Так вот, вот это страх вот этих отношений. Это очень часто психотравма детская от родителей, когда он видел, как ругаются в семье, как разводились его родители, или ему пришлось занимать одну из сторон кого-то из родителей, как правило, ребенок с кем-то одним остается. Они кочуют из семьи папы к маме там по очереди, когда они развелись. В общем, это огромная обида и боль либо от партнера каких-то отношений, когда девушка его взрослой жизни могла там предать, обидеть или еще что-то, либо он это видел из семьи. Очень часто вот этот страх отношений, он вообще возникает прям, конечно, базово из плохого примера, который он где-то видел, и который он проживал. Пример, где его где-то заставили занять какую-то сторону, он испытывал боль на протяжении долгого времени, например, годы и годы общения там с своими родителями и так далее. Или там, например, наблюдал сложные отношения отца с мачехой, там они ругались, дрались, там еще что-то. Или мама плохо жила с отчимом, отца у меня вообще никогда не было. То есть в принципе, да, у нас какая идет модель, то есть семья, совместное проживание либо семья как брак, как кольцо, вся история, ответственность — это боль. У меня будет также закладываться вот эта идея. И человек может быть очень материально успешным, многого добиваться и так далее, но говорить о том, что он действительно хочет отношений, но он в них вступить не может. Из-за своего страха, который сам, скорее всего, не осознает. Он не знает, что у него есть этот страх, он этого не понимает сам. И вот такое, знаете, получается у нас, если ты попадаешь в такие отношения с парнем, если ты, скажем, себя любишь, уважаешь, девчонки некоторых, ну, хватит на несколько месяцев, и девчонка поймешь, которая настроена на серьезные отношения, поймешь, что чувак не соответствует, я вижу, что действий от него нет, ну, отношений девушка такая уходит. Есть, кто остается, задерживаются в таких непонятных отношениях, с такими чувствами, советую дать всегда себе срок. А сколько я готова еще подождать этого предложения, от чего каких-то действий я готова, сколько я себе даю срок, чтобы мне время, которое мне не жалко потратить на эти отношения, что я об этом потраченном времени сожалеть в будущем не буду, и себя за это ругать и корить. Вот условия первое и главное для вас. Я могу сказать, как эта история с такими отношениями, с таким парнем могут закончиться. Такие люди очень часто отталкивают, отодвигают, делают проблемы, тебя обвиняют, то есть пытаются на самом деле под благим намерением, предлогом разрушить отношения, и если это проблема с доверием, у него это тоже там всегда базовая нелюбовь к себе, неуверен в себе, проблема с доверием, с ближением с людьми, то он пытается такой мужчина отодвинуть от себя максимально, проверить тебя, а предашь ты его, если вопрос с предательством, травма у него была, откажешься ты от него или нет. Если девушка происходит, проходит условно все эти испытания, и это еще, кстати, не залог к тому, что все увенчается свадьбой, он примет, и в нем пройдет этот перелом, он поверит вам, доверится, и вступит с вами в серьезные настоящие отношения, или там в брак, например, так как результат мы берем брак, не факт, что это произойдет, он скорее всего может даже остаться в своем страхе, то есть можно быть даже идеальной, ждать, я не говорю про подстилаться, все терпеть, не про это девочки, мы делаем только то, что нам хочется, но так какие там условно жертвы готовы выйти, вообще хотите быть жертвой, вот в чем вопрос, да, к вам эта история, я про него сейчас говорю, очень часто люди действительно боятся этих перемен, остаются со своим, страхом, то есть это определенное отношение, терапия происходит, да, то есть я ему даю почувствовать, что, скажем, он нужен, что я его не предам, и это происходит, к сожалению, через некоторые вот эти препоны, его отталкивание, мелкие ссоры, конфликты, отторжения, если его проходит примерно год, и это все продолжается история, у меня вообще к вам вопрос, зачем вы это продолжаете, терпите, зачем вам это надо, это может продлиться и два, и три года, и мы можем жить вместе, но в ЗАГС мы не пойдем, и по сути мы на документах чужие люди, и не то, что штамп, это только штамп, он ничего не меняет, но для этого человека, сам вот этот штамп, это очень важно и страшно, потому что он узнает, что если он поставит этот штамп, для него начнется ад кромешный, который он увидел, например, в детстве у мамы с отчимом, ну и у мамы с папой, вот почему в его случае, штамп для, мы понимаем, да, как умные люди, ничего не меняет физически, но для него меняет все, вот он бежит именно от этого штампа в паспорт, ему это страшно, даже когда люди живут годами, рожают детей, заводятся имуществом, но штамп в паспорте не стоит, я сразу вижу и понимаю, это базовый вот этот штраф, как бы правильно сказать, вот этого, ну, самого факта серьезных отношений, брака, заключения, там есть какая-то проблемка однозначно, потому что вопрос сразу, если тебе это не страшно, что ты это не делаешь, если это не страшно, это для тебя ничего не значит, иди и сделай, но, например, твоему партнеру спокойнее так будет, тревожность пониже, уверенность в завтрашнем дне и так далее, то есть это индивидуально надо смотреть, но вы понимаете, к чему я клоню. Так вот, девочки, если вы в такие отношения попадаете, знайте, да, может что-то выгореть, я на это даю примерно год, если за год не поменяется и будет на таком же уровне, я не говорю, что это не закончится хорошо, есть риск того, что это очень надолго зависит, вот подумать, а вам надо вот свое лучшее время вот на это тратить, да, да, нет, нет, правильно, выводы делайте сами. Можете ставить вопрос ребром, тут уже он согласится или нет, это не то, что вы додавили, заставили на себя жениться, просто человек будет понимать, он готов вас потерять, он то есть вот делает выбор между своим страхом и остаться в зоне комфорта и под своим страхом дальше существовать, или ему больно, не хочется вас терять, он выбирает вас и пытается, скажем так, бороться, побороть свой страх и быть с вами, то есть развиваться, это все равно хоть какое-то развитие, правильно, что-то менять надо. Если человек трус, не готов, то в плане трус, то что он сильно боится, он страх слишком велик, он не готов что-то менять, а хочет оставить как есть, он выберет не вас. Я к чему это видео снимаю? Хочу, чтобы вы знали, это не я плохая, не я виновата, не во мне дело. Если такие отношения, такой парень меня не выбрал, не потому, что я ему не подхожу или не соответствую, что он будет вам в голову втирать и говорить, что это вы виноваты, ваша вина, это ты плохая, поэтому я с тобой расстаюсь, нет. Дружок, это потому, что ты трус, ты не поборол свой страх и решил остаться со своим страхом, не расставаться с ним и выбрал не меня. Ты говоришь о том, что ты слаб по отношению к своему страху. Ты выбрал страх, но не меня, но я при этом неплохая и я вправе найти другого человека, который меня будет любить и ценить, которому я подойду, к человеку, у которого не будет страха или он окажется сильнее своего страха. Кто думает, что-то по этому поводу, пишите комментарии, сталкивались ли вы с такими отношениями, пожалуйста, расскажите. Если считаете, что видео полезное, интересное, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, распространяйте эти видео. Если вам нужна моя помощь как психолога, пишите на почту в инфобоксе. Я отвечу вам по поводу индивидуального консультирования в скайпе. Если у вас есть история от анонима разобрать на канале, пишите также на почту с пометкой «История от анонима» в теме письма. Спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok